Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые родители! Мы с вами проводим сейчас такой челлендж по развитию эмоционального интеллекта у детей. У нас с вами будет 4 поста в Телеграм или на Дзене, в зависимости от того, где вы будете смотреть, слушать и читать. И 4 видео на YouTube или, соответственно, тоже в Дзене. Это первое видео. Первое задание вы уже получили. Если вы сейчас смотрите в записи и вы еще не видели ни первый пост, не сделали первое задание, то я вам рекомендую поставить видео на паузу или вообще его выключить и сначала обратиться непосредственно к посту, найти его в Телеграм-канале под хэштегом эмоциональный интеллект или непосредственно в Дзене. В Дзене я постараюсь все это в одну папочку оформить, чтобы вам было проще. Почему важно? Потому что видео нужно смотреть после того, как вы выполнили задание, для того, чтобы был максимальный эффект. Мы с вами пройдем 4 этапа. Первое. Это непосредственно работа со своими собственными эмоциями. Потому что если мы хотим развить у ребенка эмоциональный интеллект, мы должны сначала протестировать, на каком уровне наш эмоциональный интеллект находится. Потому что если мы сами не обладаем эмоциональным интеллектом, то тогда все, что мы будем дальше с вами делать и обсуждать, это будет работать только в кабинете психолога, но никак не у нас дома. И эффекта не будет никакого. А второе. Чем мы займемся? На втором задании и второе видео мы будем непосредственно уже говорить про эмоции ребенка и про то, как мы на них реагируем. Третий ролик, третий пост будет посвящен непосредственно эмоциональному образованию. То есть это тот момент, когда мы будем знакомить ребенка с эмоциями. Как мы это будем делать? На каких этапах? На каких примерах? И четвертый момент. Это когда мы будем учить ребенка контролировать и экологично выражать свои эмоции. И вот таким образом из вот этих четырех роликов, из вот этих четырех постов с заданиями у нас сложится с вами такая короткая, но при этом емкая и эффективная система. Так вот, что касается темы эмоционального интеллекта, тема сейчас очень популярная, такая хайповая, можно сказать. То же самое, что было прям буквально несколько лет назад с ранним развитием, когда все мамы уже буквально в два года, в три года учили детей читать и занимались ранней интеллектуализацией ребенка и требовали от ребенка того, чтобы он уже в три года знал таблицу Менделеева, знал 10 алфавитов и так далее. А сейчас мамы требуют от детей, чтобы они в три года уже умели как-то грамотно выражать свои эмоции. Мне недавно попался ролик где-то в шорцах или в рилсах, я периодически их листаю, раз в неделю даю себе время для того, чтобы находиться в контексте. И мне попадаются различные материнские, психологические ролики. Вот там мама одна, ребенку я не знаю сколько там было, год три, наверное. И он упал, расплакался, и она мне такая говорит, стой, не уходи в эмоцию, не уходи в эмоцию. Я такая, что? Что? Не уходи в эмоцию, серьезно, это то, что нужно говорить ребенку в три года, когда он упал. И вот эта вот психологизированность мам, когда ты, а может быть это был специалист даже, я не знаю. Но даже если это был специалист, то это явно был не специалист-практик, который работает с живыми, с реальными детьми и который должен понимать, что в три года ребенок иногда не может даже чувство злости от чувства голода отличить, вообще не уходи в эмоции. Поэтому вот эта вот вся история, что мы начинаем требовать от малышей какой-то осознанности, какой-то эмоциональной стабильности, прорабатываем эмоции. Это на самом деле абсолютно все высосано из пальца, такого не бывает, потому что мы законы развития мозга никак обогнать и обхитрить не сможем. У нас есть определенный антигенез, по которому мозг развивается. И если мы говорим про эмоциональный именно интеллект, то он начинает развиваться у ребенка, именно интеллект. Эмоции, естественно, они появляются сразу. И мы даем вот это вот эмоциональное образование, когда мы с ребенком обсуждаем какие-то эмоции, когда мы учим его чувствовать, называть то, что с ним сейчас происходит, обговаривать это, конечно, это можно делать с раннего возраста и давать ребенку возможность понять, что с ним сейчас происходит. Но если мы говорим про именно интеллект, это когда уже работают мыслительные процессы, когда подключается какой-то анализ, то это только после кризиса социального возраста, после социального кризиса, то есть это кризис возраста 7-8 лет. Вот тогда именно начинает развиваться эмоциональный интеллект. Именно поэтому большинство прекраснейших книг, например, по-моему, Ушиманских, вот этот «Король своего королевства» и вообще, в принципе, вот эта тема эмоционального интеллекта, она уже доступна в начальной школе и, естественно, старше-старше-старше, но никак не в малышковом возрасте. В малышковом возрасте мы будем называть, отыгрывать, давать возможность понять, но с интеллектом пока что это еще имеет очень маленькую связь, об этом мы с вами дальше поговорим. Так вот, когда мамы начинают требовать от своих маленьких детей какой-то эмоциональной осознанности, это очень и очень неоправданно, это очень важно понимать. Поэтому прежде всего, что мы должны с вами сделать? Мы с вами должны понять свои 6 базовых эмоций, мы с вами их расписали, у нас там страх, злость, злость или гнев, отвращение, грусть, удивление и радость. И я вас попросила написать, когда и как вы испытываете, проживаете эти самые эмоции по отношению к ребенку или к его действиям и в обычной жизни. Очень важно именно, чтобы вы прописали для себя, я мне просила писать только что все, что связано с ребенком, а для себя еще нужно было написать, а когда вы в принципе их испытываете. И вот давайте мы сегодня с вами будем это разбирать. Начнем мы с чего? Начнем мы с эмоций страха. Страх это очень эволюционно обусловленная такая эмоция, она очень понятная и она очень прикладная, как и в принципе абсолютно все эмоции, с которыми мы сталкиваемся, они нам для чего-то нужны. И я читала ваше сообщение. Кстати, да, что хочу сказать. Когда запускаю какой-то платный продукт, вебинар, курс, еще что-то, приходит огромное количество людей. Запускаю бесплатный челлендж, бесплатный челлендж по эмоциональному интеллекту. 130 комментариев. Я вот всегда, так меня удивляет, я вот всегда вам говорю, нет, у меня зрители, которые умеют брать бесплатно, которые хотят учиться бесплатно. И я не верю вот в эту всю инфо-цыганскую историю, что за знания нужно заплатить, тогда они тебе послужат. Но при этом, друзья, бесплатный челлендж. Почему из 10 тысяч подписчиков 100 человек только участвуют? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Итак, поехали. Я все выписала. Страх. Здесь на самом деле очень все логично. Мы с вами будем это сейчас обсуждать. Что вы писали? Страх, когда ребенок болеет, несчастные случаи, станет алкоголиком, наркоманом, страх за будущее, попадет в дурную компанию, страх, когда ребенок там делает какие-то опасные трюки, еще что-то далеко, убегает, когда теряю из виду. И на самом деле все страхи очень такие понятные, очень обоснованные. Что с этим делать? Для этого нам нужно с вами разобраться, что нам дает эмоция страха. Эмоция страха – это показатель того, что вот где-то может быть опасно. И эта эмоция жизнесберегающая. То есть она нам дает сигнал, что вот здесь что-то может произойти. И если у нас эмоциональный интеллект развит, то мы должны из этой эмоции сделать выводы. И кто со мной на взрослом канале, где мы с вами говорим про саморазвитие и прочие такие интересные штуки, вы от меня там часто слышите фразу «Страх лечится действием». И это на самом деле так. Страх лечится только действием. И поэтому вот у вас есть выписанные ваши страхи. Если вы написали только 1-2, займитесь тем, что вы распишите все страхи, которые у вас есть по отношению к вашему ребенку. Попадет в дурную компанию, не получит образование, не поступит в ВУЗ, не сдаст экзамен, не заведет друзей и так далее. То есть вы прописываете себе свой каждый страх. Делите листочек на два столбика и прописываете свои страхи. И с правой стороны вы пишете действия, что вы можете сделать для того, чтобы это не произошло. И так как страхов у нас очень много по отношению к нашим детям, и мы боятся и переживать за них будем абсолютно всегда, то мы тогда что мы должны сделать? Мы должны посмотреть, а вот что на данный момент актуально. Но очевидно, вы можете бояться, что ваш ребенок не поступит, например, куда-то или будет плохо учиться, но при этом вашему ребенку только три годика. Соответственно, можно чуть-чуть прямо отодвинуть этот страх, хотя вы тоже напротив него можете написать, а что я могу сделать уже сейчас? Я могу подготавливать мозг к обучению, я могу с ним больше читать, я могу выводить на какие-то мероприятия, для того, чтобы ему потом было проще вливаться в школьный коллектив. То есть вы здесь тоже можете расписать для себя действия. Но в первую очередь, что мы делаем? Мы страхи, страх возникновения каких-то непредвиденных ситуаций. Мы этого никогда не сможем избежать, предугадать, и от этого не застрахован никто. Это естественно. И вы себе тоже это проговариваете прям словами, что как бы я не тряслась над своим ребенком, как бы я не пыталась ходить за ним по пятам, я не застрахована, мой ребенок не застрахован от несчастных случаев, мы вообще, ну как бы все ходим под одним небом, и непонятно, что может произойти. Но, что я могу сделать от себя? Я могу ребенка научить управлять его своим собственным телом, чтобы ему было проще группироваться при падении, чтобы у него было более крепкое тело, чтобы он мог как-то контролировать свои ручки и ножки. То есть я могу заниматься развитием крупной моторики или отдать ребенка на какую-то секцию, на которую это будет делать специалист. Я могу читать с ребенком книги по безопасности. Да, пожалуйста, вот серия стоп-угроза. Причем, вот в серии стоп-угроза есть же книги для детей, но есть еще книга-тренинг для родителей. Это то, что упускают из вида почему-то родители. Они думают, вот я сейчас с ребенком прочитаю, что нужно для него, а что нужно для себя. Для себя тоже почитайте, потому что вы там сможете ответить себе, найти ответы для себя на те вопросы, которые вы, возможно, даже себе не задаете. Это очень важно. Вы, может быть, даже в принципе забыли или не задумывались над тем, что с ребенком нужно обсудить еще вот это. Поэтому книги по безопасности, пожалуйста, прописали себе. И у вас сейчас появится целый список того, что вы можете сделать для того, чтобы эмоцию страха проработать. Она так и будет возникать. Это нормально, что она возникает. Но вы начнете больше доверять своим действиям. И вы будете понимать, что я вот тут соломку подстелила. Я вот здесь уже как бы что смогла, я сделала. Дальше это уже не моя ответственность. Вы должны свою роль выполнить. Вот что от меня зависит, я делаю. Я читаю книги по безопасности. Да, я там ребенка на тренинг на какой-то сводила. Я его научила каким-то действием в чрезвычайных ситуациях. Я ему рассказала, как пользоваться этим. Он знает, как позвонить в службу, если вдруг меня нет рядом. Он знает, как позвать на помощь. Да, вот какие-то моменты мы проговорили. Я ему купила часы, чтобы отслеживать, где он и что с ним. Научила его ими пользоваться. Я с ним разговариваю о вреде курения, об алкоголе и так далее. Я показываю на своем собственном примере, что вот пить это нехорошо, мы не пьем или мы не курим. Вы делаете для себя от себя все, что вы можете сделать для того, чтобы с этой эмоцией вы смогли работать. Но вы должны понимать, что эта эмоция будет возникать все равно. вопрос в том, ведет ли эта эмоция к действию. Вот эмоция страха всегда должна вести к действию. Это очень важно запомнить. То есть у вас должна быть четкая такая связь. Страх действует. Вот я за что-то боюсь, я что-то делаю. Почему очень важно именно действовать, когда вы думаете о своих страхах, о своих переживаниях? Чем чреват тот момент, когда вы просто боитесь, но при этом ничего не делаете? Это очень грустная на самом деле такая ситуация, грустная история, потому что когда родители, мы же устаем, эмоциональное вот это истощение, оно самое сильное. Человек больше всего он и устает, он может ничего не делать физически и уставать только от вот этого процесса бодрствования, потому что ты огромное количество эмоций испытываешь и ты выгораешь от этого. Так вот родитель, если он ничего не предпринимает, например, родители очень сильно переживают за то, что ребенок попадет в дурную компанию, но при этом он не совершает какие-то действия. Что происходит? Наш мозг потом говорит, может хватит уже бояться, давай просто закроем глаза и спрячем голову в песок. И вот так происходит в 99% случаях, к сожалению. То есть у родителя срабатывает защитный механизм и он начинает делать вид, что ничего не происходит, что как будто бы все нормально. Понимаете? То есть он даже начинает видеть у своего ребенка следы каких-то негативных проявлений, он начинает чувствовать запах, он начинает еще там что-то замечать, но он прячет голову в песок. Почему? Потому что не выработалась вот эта стратегия, когда мне страшно, я действую, когда мне страшно, я действую. И я уверена, что вы встречали такие ситуации, когда родители предпочитают дистанцироваться, но не вмешиваться и не начать предпринимать никаких действий по отношению благополучия своего ребенка. Вот это очень страшный момент. И у нас даже, у меня уже, как у мамы, есть такие примеры уже толиных ровесников. Моему ребенку 8 лет. Когда родители предпочитают не видеть того, что происходит с ребенком. Они боятся, они переживают, но они... Нет, нет, все хорошо. Поэтому приучайте себя работать со своими страхами. На каждый страх у вас должно быть какое-то действие, которое вы предпринимаете. Дальше. Вторая эмоция это злость. Злость или гнев, что вас здесь злит и бесит. Когда отвлекают, когда нарушают границы, когда дерутся, истерят, портят вещи, не слушаются, долго сидят в ганджетах, когда бардак, когда перебивают, проявляют невоспитанность, когда приходится тысячу раз повторять. И это нас злит и бесит. Да, это тот момент, когда мы проявляем эту эмоцию по отношению к нашим детям. Чаще всего, почему эта эмоция возникает, я хочу с вами разобрать. Вообще, то, что она возникает, это нормально. Но очень важно понимать истоки. Когда вы понимаете истоки возникновения вот этой злости и гнева по отношению к своему ребенку, вам проще с этим справиться и проще с этим работать. потому что есть мамы, которых практически невозможно вывести из себя. Вот вы мне когда пишете, Юля, почему вы такая спокойная? Я иногда отшучиваю, что у меня черный пояс по терпению. Но на самом деле ответ заключается в том, что я просто понимаю источники гнева и злости по отношению к ребенку, когда они у меня могут возникнуть. И я уже с ними проработала. И мне на самом деле моему ребенку меня крайне тяжело вывести из равновесия. Потому что я слишком хорошо понимаю, что с ним происходит. И я очень хорошо понимаю, что со мной происходит. И поэтому вот в чем заключается основной посыл злости и гнева. Я хочу, чтобы вы это поняли. У нас дети у всех плюс-минус одинаковые. Они все непослушные им всем нужно напоминать. Их всех нужно как-то мотивировать, где-то принуждать, контролировать. Они все перебивают. Они все примерно одинаковые. Только одну маму это будет раздражать. И она будет постоянно орать. И она будет вот это поведение ребенка выводить в абсолют. И тогда она будет говорить, что мой ребенок непослушный, мой ребенок агрессивный, мой ребенок... То есть у нее ребенок будет такой, понимаете? И есть мамы, как я. Я могу сказать, что у меня идеальный ребенок, но он по факту не отличается практически ничем, ни от одного, от вашего ребенка. Отличается мое отношение и мое восприятие своего ребенка и понимание того, что с ним происходит. А дети они-то плюс-минус одинаковые. Они все имеют право на свои провалы и какие-то проявления и так далее. Мы об этом будем с вами в следующих видео говорить. К чему я веду? Про злость и гнев. Мы чаще всего проявляем вот эту эмоцию по отношению к нашим детям в двух случаях. Первый случай это когда мы истощены или перенапряжены. Такое бывает очень часто, потому что материнство это тяжелый труд. Естественно, конечно же, мама очень часто бывает на нуле. Реально нет ресурса, у тебя нет возможности, у тебя нет терпения, ты не можешь повторить пять раз, ты не можешь сделать так, чтобы ребенок тебя услышал, ты не можешь логически поразмыслить и понять, как мне себя в этой ситуации повести, чтобы добиться того, что мне сейчас нужно от моего ребенка, чтобы он сел за уроки, чтобы он убрался. То есть ты настолько не в ресурсе, что ты не можешь включить голову и сделать так, как нужно, так, как подействует, так, как это будет работать на самом деле. У тебя нет на этой энергии. И поэтому, а злость и гнев, она что дает? Злость и гнев это та эмоция, которая как раз дает нам вот этот вот заряд, чтобы мы могли проявить эту агрессию. Ведь смотрите, что происходит, когда у нас возникает эмоция страха, у нас запускается механизм, там бей или беги. Это все эмоции эволюционно обусловлены и реакции, которые возникают на эти эмоции, они тоже эволюционно обусловлены. Когда у нас возникает эмоция злости, эмоция гнева, это дает нам энергию на какое-то действие. И поэтому, конечно же, вот эта эмоция возникает и вы там начинаете орать, кто-то начинает наказывать, бить, истерить и так далее. Потому что на рациональное действие энергии нет. А гнев дает энергию. А рациональные действия они энергию не дают, они наоборот забирают энергию. Но если забирать нечего, тогда нам на помощь приходит агрессия, и тогда нам на помощь приходит гнев. То есть, конечно же, когда мы говорим про, и многие мамы об этом, кстати, писали, все об этом знают, что когда я в ресурсе, меня невозможно вывести из себя. Когда я выспалась, когда я поела, когда у меня все идет по плану, то и ребенок как будто бы ведет себя лучше, да? А когда у меня и так все, не слава богу, то тогда и ребенок себя так же ведет. И на самом деле это есть такая связь, потому что связь в вас, в вашем отношении, в вашей проекции. И, конечно же, здесь будет рекомендация это следить за своим эмоциональным состоянием, потому что если вы будете не в ресурсе, если вы будете себя выматывать, если вы не будете давать себе какой-то разрядки эмоциональной, если вы будете сами перегружать свой эмоциональный фон, даже теми же самыми просмотрами контента различного, если вы не будете давать своему мозгу отдыхать и качественно, то, конечно же, вы будете постоянно вот в этом вот комочек нервов, вот в этом вот негативе. Это первый момент, да? Отсутствие ресурса. И тогда, конечно же, мы становимся более такими взрывоопасными. Еще когда, да, тоже про отсутствие ресурса, это когда у нас возникает чувство вины или чувство стыда перед своим ребенком или перед окружающим. И мы не умеем со своим чувством вина и чувством стыда чувством вина, чувством вина. И мы не умеем со своим чувством вины и чувством стыда работать. Сейчас объясню. Например, у вас ребенок что-то просит в магазине, и вы должны ему отказать. Вам не нужно очередной вот этот киндер или чупа-чупс, вы не хотите это покупать, вы понимаете, что это вредно. Но вы ребенку отказывать не умеете. Или у вас возникает чувство вины, что как будто бы вы его чего-то лишаете. Вот чувство вины такое, оно изъедает тебя, разъедает тебя изнутри, когда ты думаешь, а вдруг, ну вот как это, ну вот он так хочет, он так хочет эту игрушечку, он так хочет еще мультики посмотреть. И вот он так просит, и меня вот это вот чувство вины, оно на меня накатывает, да, по отношению к своему ребенку. Или, когда я мало с ним время провожу, да, когда я ему мало внимания уделяю, у меня вот это чувство вины во мне сидит. И я не умею с ним работать, я не знаю, что мне с ним делать. Хотя у меня есть, кстати, на ютюбе очень хорошее видео по поводу чувства вины. Я не умею с этой эмоцией работать. И мне ее некуда девать. И тогда я эту эмоцию накапливаю в себе. И потом я ее трансформирую в агрессию. Как это происходит? Да, вот мне боюсь ребенку отказать. Мне кажется, он на меня обидится. Мне кажется, он не расплачется, если это будет. Он говорит, ты плохая мама. И у меня вот это чувство вины есть, есть. Я не знаю, что мне с ним делать. И тогда я подменяю это чувство вины на агрессию, на злость. И уже это чувство выпускаю. То есть он у меня 10 раз просит в магазине что-то. Я боюсь ему отказывать. И вот он чувствует ребенок, как мама вся уже не знает, что ей сказать. И тогда на помощь мне приходит агрессия. И тогда ты что, не понимаешь? Я тебе 100 раз сказала. То есть ты вроде бы сейчас только что винилась перед своим ребенком. И вот из тебя уже прорвало. Почему? Потому что ты со своим чувством вины не справилась. Ты не знаешь, что с ним делать. А в нем нужно разобраться. Я сейчас не буду этому вниманию уделять. Но если нужно, я еще раз потом это проговорю. Ты не знаешь, что делать с этим чувством. И поэтому ты его трансформируешь внутри себя в агрессию, чтобы это хоть как-то выместить. Но ты вымещаешь это на ребенка и портишь с ним отношения. Хотя вопрос был не в агрессии. Вопрос был в твоем чувстве вины. То же самое чувство стыда. Когда ты с кем-то стоишь на улице разговариваешь и ребенок тебя раз перебил, два перебил, три перебил. И что? Чувство стыда возникает. Потому что ты думаешь, а что сейчас подумает тетенька или моя подруга, что у меня не воспитанный ребенок, что я плохая мама, что я не заслуживаю уважения. И на тебя начинает чувство стыда накатывать. И ты не знаешь, что с ним делать. То есть по факту можно просто извиниться перед взрослым человеком, сказать извините, быстренько отработать эмоцию ребенка и дальше продолжить свой разговор. Но ты не знаешь, что делать с этим чувством стыда и что? Ты опять же подменяешь его злостью, агрессии и опять орешь на своего ребенка. Хотя если вы почитаете комментарии, что бесит? Всех бесит одно и то же. То есть все дети так себя ведут, их еще тяжело научить пока. Они постепенно приучаются к тому, как нужно себя вести в обществе, как нужно отвечать, как нужно здороваться, как нужно здесь реагировать, как нужно здесь реагировать. То есть это постепенный такой процесс. Поэтому нам, конечно, если мы не знаем, что делать со своими собственными чувствами, вину и стыда обычно, то тогда мы их просто подменяем на понятную нам агрессию и вываливаем все это на ребенка. Вторая причина, по которой чувство гнева и чувство злости сопровождает наше материнство, это завышенные требования и какая-то иллюзия. Ты себе придумала почему-то, что твой ребенок будет вот такой. Ты себе почему-то вот так в голове выдумала, что вы гулять будете вот таким образом, что он будет красиво ходить вот в этой красивой одежде, что он будет сразу с первых дней жизни аккуратно есть, не будет ничего размазывать. То есть у тебя есть какие-то непонятные завышенные абсолютно требования к своему ребенку, что ребенок в начальной школе будет без напоминаний самостоятельно делать уроки. Понимаете? И естественно, когда ты сталкиваешься с тем, что нет, так не бывает, ну так реально не бывает, что ты сможешь имея маленького ребенка или маленьких детей, нескольких детей спокойно попить кофе. Ну нет же, девчонки, ну не бывает такого. И конечно же, когда ты себе вот это нафантазировала, когда ты сталкиваешься с реальностью, когда она тебе буквально в лоб бьет эта реальность, естественно, тебя это бесит, тебя это злит. Но с чего ты взяла, что ты сможешь там 30 минут спокойно посидеть на кухне с чашечкой кофе, когда у тебя маленький ребенок. И даже когда вы там на меня смотрите, на мои какие-то видео, истории и так далее, я себе позволить кофе смогла вот спокойно в тишине, когда мой ребенок в школу пошел. Да, вот сейчас у нас действует в семье правило. Видишь, что я взяла турку, варю кофе, все, 30 минут тебя как будто бы нет дома. И то это не всегда срабатывает, и то иногда «Мам, я только спросить, я чуть-чуть, я потихонечку». И вот это вот начинается. То есть ну как бы с чего вы взяли, что это где-то реально. Когда-то это будет реальностью на самом деле. Иногда бывают такие случаи, и мы им радуемся, и мы ловим от них кайф, вот это вот удовольствие. Но по факту, друзья, если вы себе там что-то нафантазировали, а потом столкнулись с тем, что на самом деле это не так, или вы где-то увидели какую-то картинку красивую в соцсетях, кто-то вам где-то рассказал, что моя дочка приходит из школы и сразу садится сама делать уроки. А у моих всегда идеальный порядок. Скорее всего, это либо пустословие, либо там дети в такой степени невротизации находятся, что они потом будут уже во взрослой жизни это все с психологами отрабатывать, потому что это неестественно. У ребенка еще нет такого уровня саморегуляции, который позволит ребенку в 10 лет держать в идеальном порядке свою комнату. Такого не существует, нет этого механизма, он у них вырабатывается постепенно, вот этот механизм саморегуляции, лобные доли развиваются постепенно. И, конечно же, этого не будет. И если вы себе даете отчет в том, что, ну, как бы мой ребенок 8 лет, он не может держать свою комнату в чистоте постоянно, я должна это контролировать. Это моя обязанность как родителя. И тогда, если я понимаю, что это моя обязанность, мой контроль, и я только постепенно могу какие-то вещи отдавать уже на ответственность своему ребенку, тогда меня не будет это раздражать. Потому что я понимаю, что да, ну, вот такова жизнь. Но не может он самостоятельно, самостоятельно может, но без напоминаний крайне редко делать уроки в начальной школе, все равно ты себе это будешь говорить, там, нужно напомнить, нужно проконтролировать, нужно напомнить, собрал ли он рюкзак, нужно тут где-то проверить, тут еще спросить, задать наводящие вопросы. Ну, вот она такова родительская жизнь. Если вы будете питать себя иллюзиями по какому-то поводу, то тогда чувство гнева и злости оно будет всегда с вами, потому что вы будете понимать, думать, да как так-то, да почему ты это не можешь? Он просто не может. Еще, знаете, есть такие моменты, я это в себе однажды отследила и тоже контролирую, что очень часто то, что нас не бесит в других людях, нас почему-то бесит в наших детях. У меня это было как у педагога, я впервые с этим столкнулась, наверное, когда моему ребенку было 3 года. Я с ним занималась и он как-то не выполняет задания, какая-то головоломка вот у него не шла, он не понимает принципы все, и я понимаю, что на меня накатывает такая злость, такая агрессия, как ты не понимаешь? И я прям понимаю, что я хочу вот прям как будто бы наорать, как будто бы какую-то гадость сказать, нагрубить своему ребенку. Следом у меня 4-х летний ребенок в кабинете точно так же не справляется с этой головоломкой. Не потому, что она плохая, но просто почему-то я своему ученику позволяю спокойно и я его учу и я понимаю, что мне надо вот здесь преодолеть, вот здесь преодолеть, вот здесь подсказать, вот здесь помочь. А почему-то, когда мой ребенок не справляется, меня это раздражает. Почему? Потому что завышенные требования у меня к ребенку, к своему, что остальные там, ладно, остальные могут драться, но вот мой драться не должен. А вот эти вот завышенные требования к своим собственным детям, что вот именно мой ребенок, вот он не имеет права на ошибку, он должен знать, он все должен знать сразу с первого раза, у него все должно получаться. Поэтому вот я как педагог, когда однажды отследила в себе, что почему, то есть я допускаю возможности, что какие-то дети могут не справляться с чем-то, и я получаю от этого кайф и удовольствие от того, что у меня есть возможность их этому научить, проявить, да, свое педагогическое мастерство, талант, а когда мой ребенок не справляется, я начинаю вот так вот злиться. Поэтому, да, тоже отследите, есть ли такие вещи, которые вы прощаете почему-то другим, но не прощаете своему ребенку. Дальше, следующие эмоции, эмоции отвращения. Что у нас здесь, когда неопрятно ест, эмоции, когда мою попу, так, грызет ногти, берет в руки жуков, так, эмоции к, чему тут у нас, а, к себе, эмоции к себе, когда срываюсь, эмоции отвращения к себе, когда срываюсь. Отвращения на самом деле было очень мало, вот там из 140 сообщений, там, наверное, только сообщений 15 было с эмоцией отвращения, потому что в целом, ну, как бы мы принимаем своих детей, почему нужно сделать акцент на эмоцию отвращения. эмоции отвращения, она тоже адекватная, да, вообще, в принципе, у нас не бывает таких эмоций неадекватных, поведенческие реакции на эмоции бывают неадекватные, а вот сами эмоции, они все имеют место быть. А что я хочу сказать, вот эмоции отвращения, например, когда ребенок в чем-то ковыряется, когда ребенок берет какое-то насекомое в руки, она понятна, да, потому что она разрабатывает как перенос, то есть ты представляешь, вот если бы я вот это взяла, а вот если бы я вот это вот ела, а вот если бы я, то есть ты представляешь вкус или запах, да, вот возникает эмоция отвращения и даже у нас есть вот эти вот механизмы, да, как эта эмоция проявляется, когда ты морщишься, то есть как будто, ну, вот что-то неприятное. Но, например, когда мы говорим про эмоцию отвращения, которая возникает, которая связана с тем, что вам нужно ребенка своего подмыть, или эмоции отвращения, связанные с тем, когда вы ребенка кормите грудью, то вот здесь может быть вопрос. Вопрос с точки зрения принятия вами своей материнской роли и своего собственного тела. Очень важно осознать, девочки, что в нашем теле нет ничего мерзкого. Ни в одном процессе, есть процессы, которые мы скрываем от людских глаз, и которые мы делаем наедине с самим собой. Есть процессы, которые не очень приятно выглядят и приятно пахнут, но они все естественны. И мы их все должны в себе принять. Что вот у нас есть вот такие проявления, вот такие проявления. Мы должны непосредственно принимать свое собственное тело. И если мы принимаем все свои собственные запахи, естественные, если мы принимаем свое собственное тело, то тогда эмоция, отвращение по отношению к тому, что мы ребенка подмываем, приучаем его к горшку, меняем подгузники и так далее, у нас не возникает. Вот по отношению к чужим детям, это да. Ну как бы естественно, когда вам нужно убрать за чужим ребенком, да, его экскременты, то естественно это нормально, что у вас будет отвращение в этом плане. Эмоция, когда вам нужно убрать за своим ребенком, но который уже вырос и который сепарировался, и когда серотонина уже выделяется гораздо меньше, это тоже естественно. Но когда мы говорим еще про младенческий возраст, то вот здесь нужно покопаться в сторону того, насколько вы принимаете свои различные состояния, свое собственное тело и прочее, прочее. Так, что касается эмоций, отвращения. Дальше. Грусть. Что у нас здесь грусть? Я грущу, что ребенок очень быстро растет. Я грущу, когда у нас есть недопомнимание, когда что-то не получается, когда вижу свои проблемы, когда понимаю, что мало провожу времени. Еще такое интересное было несколько сообщений, что я не родила ему братик или сестренку. Да, там прям несколько, что нет братика или сестренки. Я из-за этого грущу, расстраиваюсь. Тоже эмоция грусти, да, когда опускаются глаза, когда как-то вот тело хочет тоже опуститься, поникнуть. Тоже эмоция очень понятная. Кстати, да, что мы сказали? Со страхом мы действуем, со злостью мы ищем механизм. Почему чаще всего я злюсь? Из-за того, что я просто вымоталась, я наложила на себя столько обязанностей, да, нахватала. Я столько на себя нагрузила, я так себя перегрузила, что я просто не успеваю своими эмоциями работать. Либо у меня такие требования к моему ребенку, которые заставляют меня как раз вот так себя вести. Что касается отвращения. С отвращением все понятно, потому что, ну, как бы мы переносим на себя. Тут самое главное, когда ребенок вот что-то делает, да, такое, что нас может вызывать отвращение, чтобы мы не осуждали и не говорили о том, что это вот от тебя плохо пахнет, это вот у тебя такое вот все неприятное, это вот это мерзкое, это вот это, то есть, ну, как бы мы, когда говорим об этом, мы используем я-концепцию. Мне. Мне неприятно, мне там некрасиво, мне еще что-то, да, то есть мы говорим про себя. Что касается грусти. Грусть на самом деле, да, вот она есть какая-то светлая грусть, когда мы смотрим и понимаем, как быстро растет наш ребенок, как быстро идет время. И это тоже на самом деле может стимулировать нас в каком-то действии. И очень важно, да, показывать ребенку, что у мамы могут быть разные эмоции. И страх, и гнев, и грусть, и злость, и отвращение в каких-то моментах. Но самое главное, что когда мы грустим, ребенок не должен чувствовать себя причиной этой грусти, виновником этой грусти. Потому что это частая проблема уже детей, которые выросли, когда вот они делают все, лишь бы мамочку обрадовать, лишь бы мамочку как-то развеселить, лишь бы мамочке было хорошо. А мамочка все грустит и грустит, а ребенок весь уже наизнанку вывернулся и вывернулся для того, чтобы мамочку порадовать. И он уже своей жизнью не живет. И выбирает профессию, лишь бы мама улыбнулась. И партнеры выбирает, и хобби выбирает, и все выбирает, вот лишь бы это было одобряемо мамой. Потому что мама, она вот в этом состоянии грусти пребывает. Я уверена, что вы, может быть, тоже кто-то из вас однозначно с этим сталкивался, как родитель, и как ребенок своих собственных родителей. Так вот, что касается эмоций грусти, я ее не буду долго разбирать, потому что нам самое важное было с вами разобрать страх и злость, потому что именно под действием этих эмоций мы действуем наиболее разрушительно по отношению к нашей семье. Поэтому эмоции грусти, что нам здесь важно? Важно понять, что без эмоций грусти мы не могли бы в полной мере насладиться эмоцией радости, эмоцией вот этой вот как раз удовольствия, вот этого счастья, потому что они как раз у нас происходят на контрасте. И эмоция грусти учит нас фиксировать именно счастливые моменты, когда мы создаем какие-то совместные воспоминания, когда мы создаем прекрасные традиции, о которых можно поразмышлять, когда мы учимся более рационально и более качественно использовать те моменты, которые нам даны с нашими детьми, пока они крошки еще совсем, пока они живут с нами совместно. То есть вот эмоция грусти, она нам нужна для того, чтобы мы могли наслаждаться счастьем, чтобы мы могли вот к этой эмоции радость, чтобы мы могли ее ценить. Потому что огромное количество родителей живут с прекрасными детьми, со здоровыми детьми, и они не ценят этой эмоции, которую может дать. Даже когда мы с вами писали эмоцию радости, не было ни одного сообщения, что я радуюсь тому, что я просто мама этих детей, что я просто мама этого ребенка. Мы радуемся только, вот там чаще всего, что радуемся достижением, когда хорошо себя ведет, а ну еще было, когда вижу счастье в глазах ребенка. Но вот просто эмоцию счастья, эмоцию радости испытывать от того, что у тебя есть он, этот ребенок, у тебя есть твоя жизнь, у тебя есть, ну у тебя на самом деле масса причин радости, для радости. И эмоция тылусти, вот она дает нам возможность больше ценить эмоцию радости. Вот когда мы с вами про эмоцию радости говорили. Девчонки, отслеживайте мамы, родители, отслеживайте в себе. Конечно же, это очень классно, радоваться достижениям, успехам детей. Но самое главное, чтобы у вас вот эта эмоция радости за успехи, за достижения, за результаты, чтобы она не тешила ваше эго, не тешила ваше самолюбие. Потому что очень часто мы хотим присоединиться таким образом к успехам наших деточек и питаемся этим, и живем жизнью ребенка, и наслаждаемся вот этим моментом, при этом не испытывая радости от своих собственных достижений, или не делая своих собственных успехов и своих собственных достижений. И тогда, если мы этого не делаем, если мы не живем своей жизнью, обязательно пропишите, что вас радует еще помимо вот этих вот достижений ребенка, что вас радует непосредственно в вашей жизни. Вот если вы радуетесь, что у ребенка есть вот это, а у вас это есть, у вас в вашей жизни это есть, то же самое, что у ребенка. А когда у вас глаза свесятся от счастья, в какие еще моменты? То есть вы должны отслеживать, чтобы все ваши эмоциональные состояния, эмоциональные состояния радости не были завязаны только на ребенке. Потому что это очень чревато последствиями. Какими? Вы возложите на ребенка ответственность за ваше эмоциональное состояние, а это неправильно, это непосильная ноша для ребенка. И когда вам нужно будет от ребенка сепарироваться постепенно, вам будет крайне тяжело это сделать. И дальше мы еще с вами говорили про эмоции удивления. Там самый распространенный ответ, это когда ребенок ведет себя по-взрослому, когда он выдает какую-то информацию, какие-то знания, новые навыки, новые умелки. И здесь тоже на самом деле это все оправдано. Распишите еще для себя непосредственно эмоции удивления, которые вы испытываете, не связанные с ребенком. Посмотрите, а что это? Что вас удивляет в жизни, кроме успехов своего малыша? Итак, что мы должны отсюда, какие выводы сделать? Мы должны сделать первый вывод из первого непосредственного видео, что для того, чтобы научить ребенка эмоциональному интеллекту, очень важно осознавать и ценить свои собственные эмоции. Понимать, что они имеют место на существование и учиться тоже их проявлять экологично, неразрушительно. Все эмоции, они все обусловлены, они все имеют место быть. Но если вы показываете ребенку, как проявлять можно эти эмоции, как можно контролировать, как можно контролировать свое поведение, как можно фильтровать свою речь во время эмоций, вот это первая ступень обучения эмоциональному интеллекту. Если вы в состоянии гнева из-за мелочи, которая не стоит выеденного яйца, и при этом вы себя проявляете крайне негативно, вы не следите за тем, что вы говорите, вы не следите, вы распускаете руки. Это уже и есть обучение вашего ребенка. То есть вы его учите реагировать точно так же. И тогда, что бы мы дальше с вами не делали, оно не сработает. То есть в первую очередь вы учитесь со своими эмоциями работать. Как я могу их проявить, при этом не испортив отношения с ребенком? Как я могу рассказать о своем гневе и выразить свою злость, не оскорбляя ребенка, не избивая его, не доводя его до слез и так далее? То есть посмотрите, какие есть выходы из ситуации, что можно сделать вам со своими эмоциями, как вы можете их проявлять более экологично. Потому что дальше мы будем учить ребенка осознавать эмоции, контейнировать, реагировать, выходить из эмоций. Но если у мамы что-то не получается, и она все шевыряет, кидает и обвиняет всех вокруг, то и у ребенка будет то же самое. Если папа в момент гнева начинает все крушить и ломать, как Халк, естественно, у ребенка, когда у него не будет получаться развивашка, он тоже ее будет кидать. У него и так этот позыв будет выразить таким образом эмоцию. А если это еще подкрепляется моими родителями, то, соответственно, я имею право так тоже себя проявлять. Если меня родители в эмоциях, если они от меня что-то не добились, начинают меня бить, то, естественно, я, когда я не могу чего-то добиться от другого ребенка на площадке, я тоже буду использовать этот инструмент. То есть, ну, как бы в первую очередь мы смотрим за своими эмоциями, контролируем их, осознаем их, принимаем, понимаем, откуда они возникают, почему они возникают. И только это будет являться первой ступенью к освоению эмоционального интеллекта наших детей. Увидимся в следующем ролике.